И в продолжение темы образования о школе будущего. В Московском лицее 1502 появилась уникальная лаборатория, в которой дети могут почувствовать себя настоящими изобретателями и воплотить все свои, даже самые фантастические идеи в жизнь. Андрей Сенцов нашел место, где готовит будущих ученых для Сколково. Им всего по 15, а мыслят уже по-взрослому. Как сэкономить энергию, как создать инновационную модель. Катится шарик, шарик закатывается в машинку, машинка едет, фотофиниш, включается вентилятор. А потом еще корабли, косточки домино и финальная часть. Кнопка «ввод» на ноутбуке нажимается сама. Мы импровизировали, и какая-то идея приходит, мы ее сразу чертим. Вот, делаем примерный проект. В этой инновационной лаборатории ребята сами могут создавать любые изобретения. К примеру, при помощи микросхемы и флейты можно оживить этот инструмент. А происходит это следующим образом. Дергаешь за рычажок, нажимаешь на кнопку, и все заработало. В новой лаборатории, которую лицею подарила крупная западная компания, можно делать почти все. Этим аппаратом, вот, например, лазерный гравировальный станок, любой НИИ позавидует. Они могут сделать корпус для своего прибора, какие-то и дизайнерские элементы. Руки сами хотят работать. Одни школьники собрали макет умного дома, другие ребята задумались над экономией энергии при помощи обычного турникета в метро. А эти школьники решили создать машинку, которая сама привозит хозяину вещи. Простенько и с комфортом. Два дачка света также есть, чтобы она не падала. И вот если ее поднять, они засвечиваются и начинают крутить скорость. В таких условиях в школу хочется нет, не идти, бежать. И даже в каникулы. Будущие ученые, инженеры и программисты во время официального открытия продолжали колдовать. Когда я на уроке физика веду физику, я даю какую-то задачу, я даю. И они находятся, дети, в рамках этой задачи. Здесь же они приходят, мы им говорим, эта машина может сделать то-то-то-то. Она это может сделать? Да, наверное, может, испытать. И дальше он начинает творить. 1 сентября в лицей поет более 700 детей. Но руководство уже придумало, как сделать так, чтобы к инновациям могли прикоснуться все. Даже те, кто в будущем изобретать и не собирается. Андрей Сенцов, Леонид Куликов, ТВ-центр, Москва.